Так, девочки, начинаем нашу тему. Тема восстановления после родов. Для того, чтобы нам в этом разобраться, вам нужно как бы в эту тему попробовать погрузиться и представить абсолютно конкретно свою ситуацию, как вы будете жить после родов. Вот со всеми вашими особенностями, составом семьи, квартирных условий, погодных условий, то есть со всеми вашими возможностями. Вот про это идет речь. Неважно, когда это время наступит, восстановление после родов, мы все равно как бы думаем, погружаемся именно в эту тему. С моей точки зрения, вот я думаю, что вы можете сами это представить, но очень важный момент – это сделать, ну как бы заранее продумать, как вы будете жить после родов. Что это значит? Это значит, что мы понимаем, что после родов мы будем ограничены в передвижениях, в возможностях. Вот нужно, чтобы были прямо заготовки. Вы это делаете, как будто вы живете, как хоббиты в норках. Да, все должно быть под рукой. Что это значит? Это значит, что вы должны обеспечить себя продуктами питания. Можно прямо заложить куда-нибудь в холодильник, в морозильник, купить крупу. По-любому у вас не должно быть дефицита. Очень хорошо, если вы заготовите какие-нибудь там настойки, травы, может быть, какие-то сиропчики там заранее. Но вот что-то и полезное, и вкусненькое, и что вы понимаете, вам нужно будет после родов. Ну и не то, что можно будет там спуститься и купить сразу в магазине. Что-нибудь такое эксклюзивное, специальное для вас после родов. Что еще? Я много раз видела такую картину. Вот на холодильнике где-нибудь в кухне висит такой алгоритм для мужа, как там приготовить кашу или сварить суп. Иногда мужья абсолютно в этом не ориентируются. Они не знают там, где у нас на полках лежит белье или еще что-нибудь. То есть посвятите или прямо приготовьте инструкцию для близких. Или проделайте мастер-класс и поучите близких там сварить кашу или суп. Потому что иногда это прямо в целое такое действие превращается, чтобы узнать, где лежит крупа и как вообще с ней обращаться. Вот, то есть продумайте это. Про полезные продукты и про то, как вы будете восстанавливаться, мы сегодня поговорим. Значит, что еще? Мне кажется, что очень важно приданное для ребенка приготовить. Прям продумать вот то, что вам может понадобиться в первый месяц жизни, особенно в первые дни. То есть это точно нужно там постирать эти пеленочки, приготовить вот прям самую маленькую одежду, учитывая сезон, понимая там, как вы будете выходить на улицу. Кстати, вот я не знаю, вы это продумывали или нет, но может быть Катя это знает, потому что у нее будет уже второй ребенок. А для тех, у кого ребенок первый, иногда это вызывает вопросы, как выйти первый раз с ребенком на улицу и вообще когда это нужно сделать и во что его одеть. Вот это тоже нужно продумать. Вот, если вы мне скажете, что вы по этому поводу думаете, мне интересно, да, такой маленький вопрос. Когда с ребенком нужно начинать гулять и как это делается? Всем здравствуйте. Вера, ура. Вера, ну ты человек, я думаю, что все-таки вопрос не к тебе, не к Кате. Может быть, Аня что-то скажет. Аня, пофантазируй. Вот у тебя на руках маленький ребенок совсем. Вот без кислорода его держать как-то неправильно. Нужно в какой-то момент, какой-то здесь нос такой симпатичный торчит рядом с мамой. Ну, не знаю, сложно сказать, но мне кажется, смотреть по состоянию малыша, то есть, если все нормально, я не знаю, 2-3 недели, почему бы нет, уже не выносить на улицу. Особенно, если погода позволяет. Через 2-3 недели, да? Да. Ну вот, судя по твоему сроку, ты, наверное, весной родишь, да? Да. А вот, мае июнь. Да, девочки, Вера, ну, Кате, ну, Кате, наверное, и Жене зимой прям, вот, Вера, наверное, да, прям вот осенью. То есть, это холодное время года. Я говорю, через 2 недели. Ну, да, да, это будет такая осень, осень, поздняя зима. Я, на самом деле, помню, что говорил Комаровский по поводу первого выхода из дома после рождения ребенка. Ну, это, как правило, минут 15-20, то есть, как бы, это что-то небольшое. Можно на ручках постоять, походить. И одеть так же, как и себя. То есть, по-моему, по-моему, с этого два слоя одежды. То есть, что-то хлопковое с нас внутрь и что-то какой-то комбезик снаружи. Ну, вот это сезонно вы должны приготовить. У вас это должно быть. Это не значит, что вы пошли в магазин, там у вас ребенок на руках, а вы пошли в магазин выбирать это, стирать, готовить. То есть, это точно нужно приготовить. Вот. Две-три недели – это очень много. И, Ань, запомни, ориентируются всегда на маму, а не на ребенка. Если, ну, ребенок, в принципе, две-три недели, вряд ли он вам еще там что-то будет демонстрировать. Вот. Это нормальный период новорожденности. Вот. Но две-три недели сидеть без кислорода дома – это будет всем сложно. И тебе, и ребенку. Но если ты, конечно, будешь оставлять ребенка одного дома, сама в это время гулять, то, наверное, это будет немножко по-другому. Но мне кажется, что это поздно, это долго. Есть такое правило – с ребенком начинают гулять, когда он начинает прибавлять в весе. Вот я вчера говорила на группе, что у ребенка новорожденного обязательно должна быть потеря веса. Кризис новорожденного. Он должен потерять вес. Потом где-то к третьему, четвертому дню вес должен стабилизироваться. А потом ребенок должен прибавлять в весе. И вот как только он пойдет в плюс, вот, он может еще не набрать вес при рождении, но он идет в плюс очевидный. Вы можете начинать гулять. И Вера права, или Комаровский прав. Вот. Первый раз вы будете гулять на небольшое время. Если холодное время суток, ребенок просто не сможет воздух согревать. Как согревается воздух? Мы дышим через нос, да, и обогреваем. Когда воздух попадает внутрь, он уже выравнивается с нашим телом в температуре. Вот маленькие дети этого не умеют делать. Поэтому вы, конечно, будете в таком щадящем режиме температурном выходить. Вот. Или выходить, когда, ну, там, куда-нибудь на лоджию или там постоите около открытого окна. Вот. Но без кислорода жить невозможно. Вот. И ребенка, конечно, для первой прогулки можно сильно не одевать. Вообще постарайтесь. Постарайтесь, это, ну, целая история одевать ребенка. Я извиняюсь, что я немножко не про восстановление, но такая, раз уж мы начали про прогулку, постарайтесь найти такую одежду, которому можно было просто там быстро засунуть в комбинезон, быстро засунуть там в какой-нибудь мешок. Или завернуть там в пеленку в одеялко, чтобы долго вот с деталями не возиться. Потому что если и вы устаете, и ребенок иногда возмущается и плачет, и он перегревается, когда вы начинаете это делать. И такая прогулка получается, которая не стоит того. И если первая прогулка всего там 15-20-10 минут, то уж точно это не про то, чтобы долго одевать. Вот. То есть тоже это продумайте. Вообще, при данной для ребенка, конечно, нужно собрать, по крайней мере, то, что вам понадобится в первый месяц. А это не только вещи. Это может быть там автомобильное кресло, потому что вы будете перемещаться. Это, наверное, коляска, которая нужна. Вообще, колясок, если вы живете в городской квартире, лучше, чтобы было две. Одна, с которой вы выходите на улицу, ее не нужно катать по всей квартире. Ее можно поставить где-нибудь там в коридоре, даже на лестничной клетке безопасно поставить. А второе лучше поставить куда-нибудь на лоджию, чтобы можно было гулять в одной коляске, а потом выходить там и гулять на улице. Нужно продумать, как вы будете купать ребенка, где вы будете это делать. Нужно для себя продумать какие-то вещи, которые вам понадобятся. И еще из того, что мы продумываем, как мы мыслим, восстанавливаться после родов, конечно, нужно иметь полезные телефоны. Хороший вариант – это вот у нас сейчас есть онлайн-группа. Это группа, которая может продолжать общаться. И это люди, у которых делятся информации. Но иногда нужны специалисты. Я вам подскажу, какие специалисты могут вам понадобиться после родов. Например, кто-нибудь, кто занимается восстановлением мамы после родов. Может быть, вы слышали, есть такая процедура, которая называется пеленание для женщин после родов. Если слышали, махните мне ручкой. Ага, Вера слышала. Ань, ты тоже слышала, да? Ну вот, например, такого рода специалиста. Вы должны тогда организовать это по времени, подумать, когда вы это сделаете. Маленька, простите, пожалуйста, перебью. Я слышала, но я не знаю по поводу пеленания. Что это делать, Лев? Я расскажу. Я сегодня расскажу, что такое пеленание. Маме может понадобиться остеопат, например, после родов. Но это вот то, что делается прямо в первые дни после родов. Потому что другие специалисты, массажисты, остеоправые, костоправые, те, кто серьезно с телом работает, все-таки это нужно попозже оставить на какой-то более продолжительный срок. А сразу после родов работают остеопаты, потому что они нежно работают, они работают в ритме женщины. И можно делать вот это послеродовое пеленание. Жестких каких-то методик. Если вам скажут, что мы правим животы, мы ставим там кости на место. Это нельзя делать после родов. Оставьте эти процедуры на какой-то срок, когда вы окончательно восстановитесь. Я про это тоже скажу. Может быть, полезные специалисты по грудному вскармливанию. По моему опыту это иногда требуется, и это очень часто требуется. Это может быть телефон, и вы можете просто с человеком пообщаться. Вот в группе я обязательно дам эти контакты. И это может быть вызов на дом, потому что иногда нужно прям практически наладить эту работу, приложить ребенка к груди, посмотреть вообще как с грудью. Иногда люди не видят там, что у ребенка уздечка, есть препятствие к сосанию. Иногда не видят, как работать с ореолкой, с соском. И это тоже может быть целая проблема. Вам может понадобиться там гинеколог. Иногда нужна такая консультация. В общем, продумайте, чтобы у вас были полезные телефоны, и это не занимало бы какого-то времени, чтобы вы знали, куда обратиться. Я, кстати, к вашим услугам, я могу тоже это все делать. Хорошо, это про всякие полезности. Оставьте себе это как пунктик, как статью. И еще по мере приближения к родам, просто продумайте это как следует. Чем больше будет деталей, тем меньше будет стресса после родов. Теперь следующее. Арина, уточняющий вопрос. Да, да. А вот как можно начинать делать массаж? Вот через сколько после родов на массаж хотите? Я еще не говорила, я сейчас буду. Это важный вопрос. Если ты не поймешь, то ты мне потом в конце его забышь. Значит, мы представляем себе, что мы вот сейчас прям вот только родили, только-только после родов. Я хотела вам задать вопрос, если мы представляем эту ситуацию. Как вы считаете, как себя чувствует женщина после родов? Давайте определим ее потребности. Ну вот я вот только родила. Что я чувствую? Какие ощущения в теле? Как мое тело себя чувствует? Что вы думаете по этому поводу? Ну вот я слышала опять же из выступлений других спикеров на конференции, что первый день нужно просто лежать вообще. Не двигаться, никуда не ходить, вот ты буквально, если это первый род. Я не говорю, что надо делать, я спрашиваю, да? Как себя чувствует после родов? Вот представьте себе, да, вы только родили. Ну, я не знаю даже. Наверное, и радость, и какая-то усталость, и, наверное, какая-то немножко даже страх какой-то о том, что делать с этим комочком маленьким. Причем как бы знания в теории есть, а в практике-то нет, то есть как бы... Да. Да. Значит, мама должна как-то свое тело собрать. Она, у нее ответственность, потому что ребенок рядом. И если это первый ребенок, то мы вообще с ним первый раз только знакомимся, да? Как правило, ну, непонятно, что с ним делать. Мы только знакомимся. Вот. И, наверное, самое главное после родов – это все-таки как-то осознать и закрыть ситуацию родов. Вот я очень часто вижу, что человек не может нормально восстанавливаться, он не может нормально включиться в ребенка, потому что он не может как бы... Он застрял как будто в теме своих родов. Вот у меня миллион раз такое было. Но уже прими эту ситуацию, ты уже родил, ты назад это все равно не вернешь. Вот лучше поблагодарить и найти плюсы, чем, да, там тянуть. Конечно, на этапе, пока мы готовимся, мы хотим сделать все лучшим образом. Но когда это уже произошло, что можно сделать, чтобы вот, ну, как-то осознать и закрыть это, и сделать следующий шаг, да, и жить дальше? Ну, я считаю, что нужно описать просто роды. Иногда проговорить. Я прихожу на патронаж, ребенку там, ну, условно говоря, там два или три месяца, и я все равно спрашиваю про роды. Потому что иногда это остается просто как тема, которую женщина... Ну, вот она лежит как груз, а я ее не касалась. Конечно, в хорошем варианте роды законченный процесс, и в гормонах мы такой эйфории, просто импульс невероятно положительный получаем, и невероятный интерес к своему ребенку, и тело там нормально восстанавливается. Но если что-то не так пошло, да, если что-то, попробуйте осознать, и, по крайней мере, не крутитесь в этом. Закройте и сделайте так, как, да, в фильме старом, да, или в книге старой. Я подумаю об этом после, да, пусть будет вот такая фраза. Закройте просто это, живите дальше. Дети маленькие, невероятно гибкие, с ними так можно, ну, настолько можно всего много сделать, и так много можно компенсировать. Вот, нет смысла оглядываться назад. Это, ну, как такое из практического опыта. Вот, ну, роды бы я свои описала, потому что проходят дни, и какие-то детали исчезают. Вообще было такое исследование, и считается, что если у женщины спросить про то, как она рожала, она будет рассказывать одну и ту же историю, и она будет эту историю рассказывать независимо от того, сколько лет прошло. Но мне кажется, что все-таки какие-то важные детали, важные вещи из этой истории выпадают, если мы это не фиксируем, не проговариваем или не записываем. И в родах есть у каждого своя история. И если ваши близкие в этих родах участвовали, то, наверное, есть смысл записать несколько историй, потому что у папы будет своя история. Я всегда, если папа участвовал в родах, всегда персонально его спрашиваю, потому что нельзя, чтобы у близких остался стресс. Иногда меня вызывают на роды, потому что вроде все прошло нормально, но люди так перенапряглись и столько стресса пережили, что они говорят, что лучше, чтобы ты была, не важно, что я нормально рожала, но лучше, чтобы была такая ситуация, в которой мы просто снимем ответственность, и будет не столько стресса в этих родах. Иногда помощник или акушер в родах нужен совершенно с ролью психолога, а вовсе не акушера. Поэтому осознайте это, переживите это, закройте это. Так, давайте следующее про маму. Ну вот Аня вспомнила про информацию на конференции, я абсолютно согласна, мы дошли до этого и практически, сейчас есть уже исследования, вот и есть традиции, на которые опираются, к сожалению, традиции в основном восточные, китайские, тайские традиции, там всегда считалось, что женщину патронируют целый месяц после родов, и то, как она восстановится, так она будет рожать следующих детей, и так она будет себя чувствовать, таким уровнем здоровья она будет обладать, как она восстановилась после родов. Вот у меня уже прошло много лет после родов, и я под этим просто подписываюсь. Вот те эксперименты, которые мы проделывали, да, я, ну, в какой-то степени, мы учились на своих ошибках, вот, и мы считали, что там после родов там пригласить друзей, или пойти с ребенком прогуляться, или пойти посадить его в кенгурушки, сходить в кино, это вообще, да, так, ну, что-то на уровне того, что должно быть, но это абсолютно неправильно. Первые сутки нужно отлежаться, прямо строго отлежаться. Иногда, ну, такая эйфория, и кажется, что столько сил, но это немножко обманчивая ситуация. Это просто должно быть как послушание, просто принять себе за правило, что я должна первые сутки лежать. Вот представьте себе, что вы теряете сразу много веса, мы на последнем занятии делали расчет прибавки веса, вот почти весь этот вес вы сразу теряете. Ни один человек в жизни так быстро и так мгновенно не худел. То есть обычно это постепенно происходит. Мы можем сказать, что это физиологическая ситуация, но тем не менее, живот превращается в полость, внутри брюшное давление падает, органы в такой растерянности, их матка поддерживала, держала в тонусе, да, там кого-то размазывала прям по сторонам, прижимала, и тут образовалась такая полость, да, там пустота в животе. Нужно, чтобы подтянулись связки, чтобы заработала перистальтика, чтобы все стало на место. И это важно. Это может быть правильно, если мы лежим, если мы в горизонтальной позе. Как только мы стоим вертикально, наши органы просто проваливаются, проседают, как заварка в чайнике. Вот вначале она всплывает, а потом она плавно оседает. Вот примерно то же самое происходит с органами в животе. Есть еще связки, есть костная структура, есть фасции. Они все были подстроены под другой режим. Но у вас есть один очень мощный рычаг, очень мощный потенциал, сила, которая вас поддерживает. У женщин есть механизм восстановления. Причем, чем ближе это к родам, тем этот механизм мощнее. Например, если я встала на второй день после родов, бегаю, а потом на третий я решила отлежаться, то это будет с потерей, мы понимаем. А если мы это будем делать плавно, плавно входить в жизнь. Первые сутки отлежались. Вторые по ситуации. Мы можем встать, пойти в душ, мы можем ходить в туалет, но все-таки мы преимущественно лежим. Третьи сутки, да, уже что-то комбинированное. И если мы так постепенно восстанавливаемся, то тело очень быстро приходит в себя. То есть не делайте рывков, не ставьте эксперименты. Это важно очень. Как мы себя ведем? Давайте прям по суткам поговорим. В первые сутки что важно? Во-первых, выделение. И нам нужно, чтобы выделение, с одной стороны, чтобы не было задержки в выделении, с другой стороны, чтобы этого не было обильно, чтобы было восстановление. Как сокращается матка? Матка никогда не сокращается правильно, если мы ее насилуем, если мы делаем массаж. Вот две вещи, которые сейчас делают в роддоме. Может быть, от этого уже отказываются, но была прям по ветре волна целая. И я просила девочек, с которыми я знакома, я понимаю, что это какой-то совсем маленький такой контингент людей, но все-таки я их просила не поддаваться на эти уголки, не давать ставить лед на матку, потому что матке не нужен холод. У нее есть свой ритм сокращения. Если вы ее таким образом обездвиживаете, то она потом будет в атоничном состоянии, пропадает тонус. Не нужно делать массаж матки, не нужно давить на живот после рода. Что еще не нужно делать? Да, еще одно такое предложение. Я знаю, что в роддомах такой эксперимент проводят. Приходят инструкторы и делают, ну, как они считают, такую щадящую зарядку послеродовую. Это тоже ни в коем случае нельзя делать. Нужно просто тупо отдаться своему телу, довериться, и оно должно восстанавливаться само. И то, что вам нужно, это просто отдых, тепло, спокойствие и контакт со своим ребенком. Этого абсолютно достаточно. Если на матку давить нельзя после рода, то получается на животе тоже нельзя лежать какое-то время? Или можно на животе лежать? На животе как раз лежать можно. И все акушеры знают, что матка лучше сокращается, если ты лежишь на боку или на животе. Хуже, если на спине. Ну, спине тоже сокращается, но все-таки лучше на животе или на боку. Если вы ложитесь на живот, но после родов у вас все равно матка еще будет довольно большая, и те мышцы, которые не сократились, на них можно спокойно полежать. Но спустя какое-то время, или если девочки не очень много веса набирают, то иногда живот просто буквально проваливается в яму. Тогда нужно будет выравнивать поясницу. То есть нельзя проваливаться поясницей. Иногда нужно лежать на ладошках или положить какую-то маленькую подушечку и на ней лежать. Понятно, да? О, Олеська, привет! То есть на животе лежать можно. Это естественная поза. Это ваш вес. Там ничего лишнего нет. На вашей спине никто не прыгает. Главное, не проваливайтесь поясницей. Если грудь, ну, первые сутки, она будет обычная для вас, такого абсолютно нормального размера, и лежать на животе будет комфортно. Но когда вы будете кормящими женщинами, на животе будет по этой причине трудно лежать. Потому что на кормящей груди, да, когда она немножко, ну, или немножко, или много увеличивается в размере, делать это очень сложно. Вот. Поэтому подберете позу, подберете, как вам будет удобно, и, да, вот, просто крутитесь во всех положениях. Это будет нормально. Давайте еще про первые сутки. Мне кажется, что в первые сутки все-таки самое главное, даже не столько поесть, иногда прямо хочется после родов. Но если женщина у меня после родов просит есть, или ты ей предлагаешь, и она с удовольствием соглашается, то это, по крайней мере, говорит о том, что не было очень сильной нагрузки. Спортсмен, который выложился на дистанции, есть сразу не сможет. Вот. То есть, если хочется есть, значит, роды были для вас абсолютно адекватными. Это хороший признак. Вот. Но, как правило, после родов мучает очень сильно жажда. И, как правило, после родов сразу пописать не удается. Вот это очень важный момент, освободить мочевой пузырь. Я напомню, что я когда говорила вам про роды, ну, кому-то уже говорила, кому-то еще нет, там самое главное все время ходить в туалет. Просто делать это по часам, каждый час. Вот. Не всегда приходят такие просто активные желания и понимание, что я хочу в туалет. Вот. Потому что, ну, просто другие доминирующие ощущения. Вот. Но, в принципе, да, это можно делать просто думать. Я вот когда приезжаю на роды, я иногда первым вопросом задаю. Когда ты писала последний раз? И женщина на тебя так блуждающим взглядом смотрит и говорит, что-то я не помню. Но мочевой пузырь не должен быть наполненный. Потому что, вот представьте себе, родовой канал, спереди мочевой пузырь, сзади прямая кишка. Для акушеров просто, ну, я не знаю, как подарок. Если женщина говорит, что я хочу в туалет по-большому, да, или просто, да, уже без предупреждения что-то выходит из прямой кишки, ты понимаешь, что скоро роды. Это счастье настоящее. Но если ребенок головой давит на мочевой пузырь, не всегда получается таким образом пописать. Но мочевой пузырь, сдавленный головой ребенка, это орган, который получил травму, получил стресс. И матка с наполненным мочевым пузырем практически не может сокращаться. Поэтому это, ну, это может быть самый, один из самых главных приемов безопасности. Просто писайте, вот пока это возможно, вы это делаете. И, кстати, когда, ну, как бы, перестает такая возможность и вообще получаться сходить в туалет, ты понимаешь, что, значит, голова низко опустилась. Это для акушера тоже сигнал, и для вас тоже такая информация важная. То есть в родах нужно мочевой пузырь держать пустым. Если вы рожаете в роддоме, то иногда ставят катетер. Но это такая болезненная, слегка травмирующая процедура. Вот. И лучше, конечно, ну, естественным образом это делать. Так вот, после родов, когда мы начинаем пить, я напомню, что и в родах, и сразу после родов мы пьем, но мы пьем маленькими глотками, как будто мы жуем эту жидкость. Просто маленьким глоточком ты задерживаешь это во рту, вот, оно всасывается через железы в кровь, ни в мочевой пузырь, ни вниз попадает. Это та жидкость, которая вас будет питать. Не рожайте насухо. Близкие должны всегда предлагать пить. У вас должна рядом с вами стоять всегда бутылочка с водой. И после родов первое, что нужно предложить женщине, не это попить. Я тоже напомню тех, кто уже слушал курс, ну, вот Олеся уже это слышала и уже рожала, вот, что сокращающий чай, а у нас в состав сокращающего чая входит крапива, тысячелистник, пастушья сумка, дают после отделения последа, чтобы не нарушать кровоток, чтобы не вмешиваться в это. Но чай должен быть наготове. Он где-то уже в момент там потух, он уже должен быть заварен, чтобы он успел хорошо настояться. И после родов, когда отделился послед, даже неважно, родили вы его или нет, вы можете дать женщине чай, да, вот, из этих трех трав. И туда нужно добавить мед и лимон, то есть он должен быть горько, кисло-сладкий. Вот, и этот чай нужно пить маленькими глотками через трубочку. Смотрите, как пьет мама после родов. У нее на руках находится ребенок, и вы маленько, да, через трубочку просто приклевываете этот чай. Нужно, чтобы он максимально всасывался, потому что он сокращающий. Крапива сокращает гладкую мускулатуру матки. Вот, это чай кровоостанавливающий, он противовоспалительный. Он после родов невероятно хорошо работает, он полезный. Но задача пить его очень маленькими глотками, и маме, конечно, должно быть вкусно. Чай должен быть, ну, не горячий, но и не теплый, да, такой вот, как мы любим пить чай, чтобы он согревал вас еще изнутри. Вообще холодные продукты, продукты, которые вас охлаждают, холодное питье лучше все-таки в родах не использовать. И после родов тоже. Что еще можно маме давать попить? Можно минералку, можно просто воду. Минералку лучше без газов, чтобы никаких реакций побочных не было. Можно просто кислую воду. Можно какой-нибудь компот дать, пожалуйста. Можно клюкву заварить. Вот, но пока вы не пописали первый раз после родов, пить нужно маленькими-маленькими глотками. И женщина, вот первый раз опорожнить мочевой пузырь, нужно просто сделать усилие. Иногда лежа это сделать не получается. Вот представьте себе, вы лежите после родов, да, и нужно как-то опорожнить мочевой пузырь. Вот лучше всего встать на четвереньки, например. Вот на корточке все-таки это какая-то экстремальная поза. А встать на четвереньки, поболтыхать животик и прям пописать в пеленку или там какой-нибудь контейнер, вот это лучшее, что может быть. Вот я когда домашние роды принимаю, для меня очень утешительно, если мы родили, все полностью сделали, я вижу, что матка сокращается, я там вижу, что ребенок сосет, и еще женщина при мне пописала. Все, я уезжаю просто со спокойной душой. Я понимаю, что с ними все в порядке. Что появилось чувствительное, женщина может контролировать этот процесс, и это очень правильно и очень здорово. Вот. Где они, ну, получается, где-то часа через три после родов. Обычно это так получается. Вот. После того, как вы первый раз пописали, вы можете пить жидкость, как хотите. Вы можете пить глотками, можете пить через трубочку. То есть уже никакого запрета нет, потому что, ну, вы этим уже владеете, мочевой пузырь работает, жидкость не накапливается, никакой опасности в этом нет. Так что все нормально. Значит, что еще в первые сутки? В первые сутки я очень советую выспаться. Вот есть невероятный соблазн, особенно если гормонов много после родов выделилось. Невероятный соблазн рассказать вообще всем своим друзьям, знакомым, как вы рожали. Это, конечно, про историю родов, но это больше про разбалтывание этой истории. Имейте в виду, что женщина настолько неустойчива, и вот не допускайте вот этих колебаний, подъема, эйфории, за ним обязательно будет спад. Вот если себе представить какую-то кривую, колебания этих настроений, то ваша задача ее спрямлять максимально. То есть должна быть тихая радость. Просто оберегите себя от лишней информации, от лишних звонков, от лишних вторжений. Это касается буквально первых дней после родов, особенно прям самых первых дней после родов, особенно первого дня. Потратьте это время на то, чтобы отдохнуть, на то, чтобы там побыть своим ребенком, чтобы полежать в разных позах, чтобы что-то вкусненькое съесть или попить, чтобы отдохнуть в конце концов. Дети, как правило, рождаются по ночам, рождаются под утро. Тогда, когда пики работы органов, матка активна с трех до пяти, дети очень любят под утро рождаться. Конечно, есть люди, у которых персональный заказ. Олесь, мне вот кажется, что мы все время днем рожали. Ты можешь мне напомнить, но у меня почему-то ощущение, что мы рожали днем все время, да? А нет. Нет? Нет. Один раз только днем, но началось в шесть утра. Да. А так было ночью, основное действие начиналось. То есть, ну, все равно, как правило, накапливается вот этот недосып. И даже вот то, что вы под действием гормонов, вроде такой подъем и эйфория. Я знаю женщин, которые вообще не могут спать. Чем ты занималась, я спрашиваю? Я смотрела на своего ребенка. Я не могла заснуть. Вот. С этим надо бороться. Любым способом. Женщине, маме после родов можно налить там какой-нибудь кагора. Вот. Или дать чего-нибудь, я не знаю, там, расслабляющее. Ну, вот, любым способом, да, там, подышать как-то, успокоиться. Вот. Но нужно обязательно выспаться после родов. И не всегда для этого существуют вот эти суточные ритмы. Например, если мы рожали ночью, то спать нужно днем. Причем нужно спать всей семье. Ребенок первые сутки всегда отсыпается. Они такие хитрые. Они рождаются с запасом околоплодной жидкости. Вот если зверски к этому не относиться и не отсасывать это, то у них есть свой запас. Что они делают? Они в первые сутки срыгивают эту жидкость. Вот. И они не очень нуждаются в еде. У них этого запаса хватает на то, чтобы не быть голодными. Вот. И они, как правило, после родов отсыпаются. Я не видела сильно беспокойных детей. Как правило, два часа, два-три часа после родов они отсыпаются. Они активны, они сосут. А потом они обязательно отсыпаются. Причем спят долго. Вот для вас это время, когда вы должны отдохнуть и выспаться. Это очень важно. Я уже сказала, что вторые сутки вы можете пойти принять душ. Вы можете ходить в туалет уже, да, не там используя какие-то пеленочки, а ходить там в туалет нормальным образом. Но если у вас будет там какие-то проблемы с промежностью, если нужно будет что-то заживлять, старайтесь не плюхаться. Еще одна такая хитрость, что мочевой пузырь лучше опорожняется стоя. Например, иногда полезно писать в ванной, в наклонку. Иногда используют душ в качестве обезболивания. Просто теплую струю. Вот. Но долго в этом не застревайте. Да, не надо много вертикальных поз. Мы понимаем, что первые, вторые, третьи сутки все-таки ваша поза должна быть больше горизонтальной. Есть начинаем тогда, когда мы захотим, но акт дефекации после родов бывает на третьей-четвертой сутки. Это нужно себе представлять. И поэтому после родов я очень рекомендую еду, которая отвечает двум параметрам. Первое. Она имеет послабляющий эффект. Вот не то, что вызывает жидкий стул, но все-таки послабляющий эффект. Да, стул должен быть мягкий. Что у нас может закреплять? Любые там хлебобулочные изделия. Даже если кому-то очень захочется накормить вас тортиками и пирогами. Вот. Но вообще близких надо предупредить. Это не еда после родов. Значит, хлебобулочные изделия лучше исключить. Что еще может закреплять? Ну, наверное, может закреплять какие-нибудь там сыры, например. Зато совершенно отлично есть в первые сутки кашу. Например, гречку. Она может быть с маслом. Она может там вкусно приготовлена быть. Вы можете там положить какие-то приправы туда. Как вам угодно. Вот сделайте это вкусно. После родов отлично пить бульоны. Любые. И овощные, и мясные бульоны. Кролик, индейка, это вообще диетическая считается еда. И для кормящих это нормальная, хорошая еда. Это тот белок, который будет вас восстанавливать. Вот. После родов, до родов это нормально. Это абсолютно такая хорошая еда, которая для вас может быть. Вот. Это могут быть овощи. Ну, я не знаю, на пару приготовленные или тушеные овощи. Конечно, мы ничего не будем жарить, но овощи, там, цветная капуста, брокли. Это отлично абсолютно. Может быть, и морковка притушена. Это нормально. Для тех, кому захочется что-то вкусненькое, отличная еда – это печеные яблоки. Они тоже и с кишками хорошо взаимодействуют. Вот. И такая еда, которая, ну, просто всегда пройдет абсолютно. Хорошая еда – это, например, отварная свекла. Она хорошо работает с нашими кишками. Вот. Она полезная, да, там микроэлементов много. То есть вы спокойно можете сделать какой-нибудь или там свекольник легкий, или просто отварить свеклу. Значит, сделайте акцент. Не надо очень сильно разнообразить. Вот, в принципе, того, что я назвала, абсолютно достаточно, чтобы первые дни просто выходить из родов. Овощи, крупы, бульоны – достаточно. Вот. И можете разнообразить различными напитками. То есть это может быть морсы. Мы вот вчера тоже говорили, что может быть морсы из калины, из брусники, из клюквы, из сухофруктов, там, из вышеповника. Как вам угодно. Просто лимонад – это когда вода с лимоном, с медом. Вот делайте вкусные чаи. Приготовьте себе травные чаи. Я напомню, что отлично после родов идет манжетка. Вы можете оставить крапиву, потому что она, во-первых, она кровь будет восстанавливать. Она не просто восстанавливает кровь, она и очищает еще кровь. И это, конечно, очень сильное лактогонное средство. И крапиву отлично пить первые, вторые сутки после родов. А дальше мы будем смотреть, что у нас с лактацией, как работает груз. Если молока будет очень много, то с крапивой можно, по крайней мере, ее можно в небольшом количестве оставить, а сильно ей не увлекаться. Значит, еще вот эти компоненты чая после родового. С пастушьей сумкой я все больше от нее отказываюсь. Вы можете ее и не готовить, и не принимать, не пить после родов. У нее есть одно такое свойство, довольно капризное. Она не может долго настаиваться. То есть, если пастушью сумку мы перевариваем, перекипаем, ну вот в термосе, то она становится токсичной. Поэтому я очень боюсь ее в сборах. Лучше ее заваривать отдельно, как чай. Она хорошая, она гинекологическая. Она иногда длинные предвестники убирает. Она иногда хороша после родов, как восстановление. Но с ней нужно аккуратно обращаться. Зато тыщелистник противовоспалительный. Тыщелистник очень хорошо, он сосудосуживающий. Он хорошо как бы восстанавливает матку после родов. Но у него есть свойство тыщелистник свертывающая трава. Поэтому если у вас вены, если у вас повышенные тромбоциты, то с тыщелистником тоже аккуратно. Вот в этом сборе тыщелистник, крапива, пастушки сумка. Самое, наверное, безопасное – это все-таки крапива. Но она тоже таким эффектом свертывающим обладает. Поэтому если все-таки есть склонность к венам, к свертывающему фактору в крови, все-таки будьте осторожны. Можно заменить водой, минеральной водой. Ну вот и лимонад – отличное питье. В общем, подберите себе вот то, что вы будете пить после родов, чтобы у вас был выбор, и чтобы вы после родов просто на нюх интуитивно это подобрали, чтобы вы капризничали. С соками будьте аккуратны. Соки после родов, наверное, будут проходить только у тех людей, для которых это привычная еда. А что касается смузи, про которых мы говорили на занятиях, знаете, вот смузи – все-таки летняя еда. И после родов стараются не давать сырых продуктов женщине, чтобы не охлаждать тело. Охлаждать с точки зрения китайской медицины. Понятно, что это не мороженое, чтобы вы охладились. Но все-таки сырые продукты, они по-другому воздействуют на пищеварение. Поэтому лучше морс, заваренный горячей водой, чем смузи, который вы приготовили из сырых продуктов. Оставьте это на попозже. Ну, наверное, и соки тоже некоторым образом к этому относятся. Лучше все-таки всякие морсики и компотики. Да, и чаи травные или там со всякими плодами заваренными. Когда можно перейти к нормальному рациону? Вот, честно говоря, кормящие женщины к нормальному рациону вообще не сразу переходят. Дело в том, что вначале вы будете это делать с оглядкой на свой кишечник, на восстановление организма. Потому что женщина после родов восстанавливается, как будто она перенесла, условно говоря, какую-то операцию. Роды – это естественный процесс, это совсем про другое. Но организм в другом режиме работает. Поэтому мы делаем это очень щадяще и очень постепенно. После того, как вы восстановитесь, после того, как наладится работа кишечника, акдификация, вы увидите, что вашей попе, вашему анусу ничего не угрожает. Нормально, нет геморроя, потому что стул наладился. Но дальше вы будете придерживаться диеты с оглядкой на своего ребенка. Знаете, специалисты по грудному скармливанию говорят совершенно шикарную вещь. Они говорят, в первые дни женщина может есть все, что хочет. Хочешь мороженое, хочешь пирожное. Потому что в молоко это не попадает. Молока еще, про лактации как таковой еще нет. Но акушеры говорят, простите, совсем не про это речь. Женщине нужно восстановиться. Нужно, чтобы чистая среда была. Чтобы не было провокаций ни для груди, ни для матки. Чтобы не было провокаций для патогенной флоры. И, может быть, это даже важнее, чем потом с кишками ребенка работать. Поэтому с питанием будете все время немножко настороже. Да, аккуратненько все это делать. А близкие, конечно, не должны вас сильно искушать. И для того, чтобы хорошо восстанавливаться после родов, чтобы не было каких-то прям крайних соблазнов, лучше в конце третий триместр. Это такая финишная прямая, когда мы учимся есть полезности. Вот в полезности можно вернуться. Все, что вы ели, я хотела отдельно сказать про растительный белок, который очень полезен в беременности, но не очень полезен после родов. То есть стараются исключать грубую клетчатку, там орехи, какие-то продукты, ну, типа отрубей, да, там что-то грубого помола. Стараются это исключать. Стараются все-таки с кишками обращаться крайне нежно. Девочки, если есть вопрос про питание и про питье после родов, задавайте мне. А мы сейчас с вами про восстановление матки и про грудь немножко еще расскажем. Если все понятно, то дальше идем. Давайте про режим, про то, как вы будете к обычному режиму дня переходить. Вот мы сказали, что после родов надо отлежаться. Когда вы встаете, где-то это происходит на четвертый день. То есть вертикальных кост больше, чем горизонтальных. Нам нужно зафиксировать таз. У нас, перед нами стоит две задачи. Таз, который фиксируется, чтобы кости не были разболтаны. И органы, да, и брюшная стенка, задача ее поддержать, чтобы не было опущения внутренних органов. Я предлагаю заранее приготовить или бандаж, или найти что-то, например, какую-то ленту, или там, я не знаю, слинг трикотажный, которым вы можете подвязываться. Подвязываться можно даже обычной пеленкой. Трикотажный, лучше трикотажный, или там хлопчатобумажный. У другой, наверное, сложнее. Теплой пеленкой сложно подвязаться, а тоненькой запросто. Значит, как подвязывается? Если это бандаж, вот у меня прям недавний опыт патронажа. Я увидела, что женщина, ну это был пятый день или шестой после родов, она, значит, честно одела бандаж и ходит. И меня так встречает в этом бандаже. Вот, и когда мы с ней стали разбираться, когда я увидела, как она его одела, я поняла, что какая-то добрая душа что-то перепутала. Значит, ей сказали, вот представляете бандаж, это стеночка для спины, для костей таза. Вот, и спереди на беременный живот одеваются две такие липучки, да, и фиксируется где-то внизу. Значит, ей сказали, и говорят, что это повсеместно говорят, что после родов это нужно перевернуть. И она так и сделала. Она вот эту широкую часть одела на живот, а сзади это липучками закрепила. Вот смотрите, если я хочу поднять органы, вот, если я на них буду давить вот в такой плоскости, то что я с ними буду делать? Я их буду выталкивать. Вот просто как тюбик, да, если я на него нажму, то давление будет такое, что это будет просто выливаться наружу. Вот примерно такой же эффект. Почему это, ну, кому это в голову пришло, что бандаж нужно одевать наоборот? То есть мы, получается, делаем талию, прижимаем живот к спине, но при этом мы опускаем внутренние органы. Это грубейшая ошибка просто. Бандаж после родов одевается лежа. Одевается точно так же. Вы прям подгоните под спинку. Крестец, кости таза надо зафиксировать. И вот эта полосочка, она одевается примерно два пальца ниже пупка. Вы ее застегиваете вот на этом уровне, потом ладошкой лезете и выгребаете всю эту растянутую стенку. И получается, что когда вы смыкаете эти полосочки и встаете вертикально, у вас получается пивной живот. Вы знаете, кто-нибудь видел когда-нибудь, как дяденьки одевают джинсы, а живот такой надутый, и он вываливается наружу. Вот вы будете выглядеть примерно так же. Но это норма. И в отличие от этих пивных животов, ваши мышцы очень быстро сократятся. Значит, какая наша задача? Наша задача, чтобы не опускалось вниз все это. Вот наша задача поднять. Мышцы очень быстро сократятся. Если мы фиксируем связки, они просто подтянутся. Если она упадет вниз, то потом это придется вытягивать и ставить на место. Понятная идея, да? Теперь вопрос Ассель. Массаж живота не делают сразу. Вообще никаких манипуляций с телом женщины стараются не делать. Знаете, когда я обучалась акушерству по международным стандартам, нас учили, что даже матку нужно осматривать после родов, ну, крайне щадящие, просто буквально одним пальцем. Точно не давить на нее, точно не лезть никуда. И я это делаю, ну, просто вот, ну, буквально там одним-двумя пальцами я просто дно это нащупываю, как оно выглядит. Ну, ни в коем случае не давлю и не прощупываю живот. Потому что все в таком еще, ну, вибрирующем состоянии, оно просто должно само подтянуться и встать на место. И это произойдет обязательно, просто потому что есть механизм, мощнейший механизм, потому что так работают гормоны. Значит, когда можно, ну, так активнее это делать? Ну, вначале вы просто следите за собой, как выглядит матка после родов. Она вначале сокращается, и вот от общего объема, когда она всю брюшную полость занимает, она становится, наверное, ну, такой одной трети или одной четвертой. И в норме после родов матка отклоняется, вот, и она где-то на уровне пупка находится. Она плотная, хорошая, вот, потом она немножко расслабляется. Инволюция матки проходит схватками. Мы просто можем это чувствовать, можем не чувствовать. В первых родах, как правило, это никто не чувствует. А вот когда рожаем второй, там, третий, четвертый раз, если не очень правильно восстановились в предыдущий раз, то мы будем чувствовать эти послеродовые схватки. Орган, который не восстановился после родов, будет вести себя так, что женщина после родов говорит, не легче было рожать, чем эти вот послеродовые долгие тянущие схватки. Они правда очень неприятны. Иногда это болезненно, и если в родах схватка минуту длится, то после родов вот эта тянущая, сокращающая схватка, она тянется, ну, там, минут пять, пока, ну, не отпустит. Значит, как с этим бороться? На всякий случай, если вы с этим столкнетесь, нужно прямо поднять живот. Вот, Леша, вы лежите, ставите ладошки под лобок и прямо эту матку чуть-чуть приподнимаете сами. Я тоже так делаю, прям ладошку кладу и согреваю немножко женщину, и матку чуть-чуть подтягиваю вниз. Я не давлю на нее, я просто чуть-чуть ее поднимаю, потому что это говорит, как правило, об опущении органов. И еще, когда вы начнете опорожнять мочевой пузырь, это тоже очень сильно помогает, потому что болезненные ощущения – это всего лишь ваши ощущения, а нам нужно, чтобы матка сокращалась. Вот если мочевой пузырь работает, матка моментально на него реагирует, и она будет сокращаться. Как ведет себя матка после родов? Значит, вот я сказала, отклонена и примерно одна треть, к концу первых суток, на вторые сутки она центруется. Вот в зависимости от вашего преимущественного положения, вы спите на боку или на спине, или на животе. Если на боку, то старайтесь то на одном, то на другом. И если вы почувствуете, что вот в пустом животе матка завалилась в одну сторону, иногда ее нужно просто поправить, или, по крайней мере, для симметрии полежать на другой стороне. Значит, она должна отцентроваться. Она будет во втором, в нижнем сегменте, под пупком. И дальше она просто дугой каждый день будет уходить вниз. И где-то к девятому дню, после естественных родов, матка должна уйти под лобок. Это хороший такой режим. Выделение после родов должны быть, ну, где-то три недели. Это все-таки не обычный месячный цикл. Вот, и они обильны только первые два часа после родов. К концу первых суток это уже соизмеримо с вашим месячным циклом. Женщины, у которых месячный цикл обильный, после родов выделяют больше. Их организм привык к такому режиму. Скудное выделение – это всегда утешительно для родов. У таких женщин мало выделений после родов тоже. И дальше это будет постепенно. Наша задача, чтобы не было задержки этих выделений. Как мы этого добиваемся? Ну вот отлично писать стоя, потому что матка тогда правильно сокращается. Хорошо со вторых, с третьих суток делать себе гидромассаж. Вы встаете в душ и по животику немножко поводили, и наклонились, и немножко поболтыхали эту матку, прям приподняли ее или помассировали животом. Вы лежите на животе регулярно. И в принципе, ну как бы своим чередом все происходит. Ну просто не задерживаем выделения эти. И, конечно, очень важно использовать правильные гигиенические средства. После родов, если мы кладем прокладки, то это должны быть урологические прокладки. То есть они должны быть толстые, да и впитывающие. Они вот те, которые используют для того, чтобы сократить выделение. То есть не должно быть ни компресса, ни сокращений. Вот выделения должны нормально и свободно выходить из вас. Вот первые сутки после родов, если это возможно, я вообще прошу использовать одноразовые пеленки и ничего не накладывать на промежность. Иногда очень хочется одеть памперс или что-то такое, да, там какую-то прокладку просто, ну, для того, чтобы ничего не пачкать и не бояться там нормально поворачиваться. Лучше постелить большую клеенку и просто, да, чтобы все выделения вы видели и чтобы ничего не задерживалось. Это лучше, это правильнее. Вот, а дальше уже, когда вы активнее себя ведете, найдите вот эти дышащие, да, такие впитывающие прокладки. Можно что-то самим сделать. Вот, ну, очень важно, чтобы мы не делали компрессы и не задерживали, это важно. Значит, если ваши роды будут с какими-то, да, там, издержками, травмы, там, трещины или разрывы, обязательно уточните, вот тот человек, который там будет обрабатывать вашу промежность, пусть он даст схему, как за собой следить, потому что промежность – это должно быть чистое поле, вот, и правильная обработка. Я не очень люблю сильные средства типа левыми поля. То есть можно обойтись троумелью, арникой, но вам должно быть комфортно, за собой просто нужно поухаживать. У женщины после родов есть два таких в теле, что ли, органа, в мишени, да, такие важные органы, за которыми мы следим и в которых мы применяем какие-то специальные средства для восстановления ухода. Это, конечно, матка, промежность и грудь. Вот мы всегда это имеем в виду. И это два органа, которые будут реагировать там на вашу усталость, на ваш стресс, на ваш дискомфорт. То есть следим за общим состоянием организма, но особенно внимание вот именно, да, вот к этим двум частям тела, которые в таком состоянии, что они, да, в открытом положении еще находятся. Матка за счет того, что она большого размера и за счет того, что остается вот эта плацентарная площадка. Вот. И можно расслабиться, наверное, после девятого дня, когда эта матка сократится. А грудь, потому что идет процесс лактации, потому что нужно наладить вот работу всех желез, чтобы не было никаких застоев, чтобы нормально отделялось молоко. Вот эти два органа мы все время держим под вниманием. Теперь про всякие упражнения и массажи. Ну вот с пятого дня вы можете, конечно, потихонечку массировать свой живот очень бережно, очень щадяще. Чем ближе к родам, тем щадящие, более щадящие методики. Например, можно работать с перистальтикой, поглаживая животик по часовой стрелке. С того момента, когда матка уже сократится и у вас будет доступ ко всему животу, можно подтягивать, подбирать внутренние органы. Я, по-моему, тоже вчера говорила, что внутренние органы абсолютно у всех, у беременных, у кормящих, у всех обычных людей, имеют свойство такой с центробежной силы раздвигаться. Поэтому прием массажа внутренних органов мы собираем все к пупку. Мы можем взять пальчики, сделать крючочком и подбирать, прям подтягивать к пупку. Вот по такой стрелочке, в такой направляющей. Слева, справа, сверху. Как бы собираем этот висцеральный столб вокруг пупка. И не должно быть ощущения какого-то дискомфорта, спазма, потому что живот всегда связан с грудью. У кормящей женщины живот должен быть в порядке, потому что брюшные и грудные полости абсолютно идентичны. Они связаны между собой. Застой, лактостаз, железы, которые плохо работают. Начинать нужно с живота. То есть нужно массировать живот, подтягивать живот, потом уже смотреть на грудь. В полноценном смысле мы делаем зарядку, приступаем к каким-то тренировкам или начинаем какой-то зал посещать или бассейн. Все можно после 7 недель, полтора месяца после родов. За это время можно абсолютно закрыть тему родов. Матка сократится с грудным скармливанием. Вы определитесь. Будет зрелое молоко с ребенком тоже. Грудь, конечно, нужно будет беречь и все время делать все с оглядкой на эту грудь. Но, тем не менее, тему родов мы точно закроем. Какие у вас вопросы? Подумайте. Марина Асель написала про массаж спины. Она говорила про массаж спины. Можно ли? Ну, я бы 3 недели точно не трогала женщину. Я еще обещала про процедуру пеленания сказать. Вот я сейчас скажу. Вы, наверное, зададите вопросы, потому что я рассказала, а пеленание будет бонусом. Расскажу, как это делается. Массаж спины можно делать через 3 недели. Если тебя просто нежно погладит муж по спинке, не проблема. Это можно делать и в родах, и сразу после родов. Но какие-то техники, прям приемчики массажа нужно применять все-таки спустя какое-то время, чтобы не мешать вот этому механизму самовосстановления. Знаете, как организм, и в родах тоже женщина рожает, а ты вот это страхуешь, это умасливаешь, это еще что-то делаешь. Организм тебе говорит, ну, раз ты такой умный, делай все сам. Я тогда отказываюсь. Лучше, да, когда есть естественный механизм. А мы просто расслабляемся, потому что механизм мощнейший. Такой же, как и в родах. В родах есть, да, вот, когда гормоны работают, то тут только успеваешь фиксировать это. Вот, и примерно то же самое после родов. Вот, не вмешивайтесь в это, не сбивайте это. У меня вопрос про сквозняки и проветривание. Проветривание обязательно, кислород нужен всем. И вот мы говорили, мы прям начали с того, что вы будете выходить и гулять с ребенком. Но я не понимаю, как будет выходить с ребенком гулять там, я не знаю, папа, бабушка, старшие дети, без мамы. То есть все-таки предполагается, что на воздух будут выходить целые компании. Там хорошо это Вере, она живет в частном доме. Какая проблема на пятый день одеть бандаж или завязать там свой животик, тепло одеться и выйти, постоять там пять минут с ребенком на улице. Особенно если солнышко будет. Вот, если это московская квартира, то мама может одеться и постоять с ребенком, или папа может взять его на руки, постоять с ребенком там на лоджии, или открыть окошко. Олеся, чего ты спросила? Я тут немножечко даже больше не про прогулки, а про вот мама с ребенком на кровати, а воздуха, тут сейчас батареи, окна. Вот это как регулируют люди? Ну, регулируют, выходят, проветривают, потом возвращаются в проветренную комнату. Ставят увлажнитель, потому что весь отопительный сезон у нас проблемы с влажностью. Я напомню, что ребенок после родов, после того, как он меняет среду, для него наш воздух очень сухой. Даже если вы специально увлажняете, он все равно будет сухой. То есть увлажнитель после родов – это просто очень важно. Или любыми способами увлажняйте, пшикайте, ставьте какие-нибудь там аквариумы, загораживайте это батареей мокрыми пеленками или сушите пеленки в своей комнате. А проветривать, ну, если нормальный режим, вот сейчас окна, которые пластиковые, которые деревянные, ну, неважно, стеклопакеты, которые открываются наверх. Иногда это не дает сквозняка. На сквозняке я бы не стала жить, а вот просто проветривать – это нормальный режим. Дети очень сильно приспосабливаются. Они же рождаются с этим пушком лануга, с бурым жиром, с запасами. И часто голова бывает, да, там, с волосяным все-таки хоть каким-то, да, ну, покровом. Вот, он, в принципе, приспособлен, он не знает, в какие условия он попадет. И он, в принципе, приспособлен к перепаду температуры. Вот, и, ну, совсем раздетого его нельзя оставлять. Конечно, нужно все-таки учитывать, что терморегуляция еще не включена. Вот, но не страшно, если будет там, ну, какая-то температура, при которой вам будет комфортно. Вот, я все-таки не за то, чтобы жить в душных помещениях, не за то, чтобы экономить на кислороде. Ну, что такое сквозняк? Сквозняк – это когда вы находитесь на линии окно и дверь, да, вот, когда воздух именно, и вы попадаете вот на это пересечение, да, на этот меридиан. Вот, ну, вот это лучше исключить. Иногда оставляют открытое окно в соседней комнате. Например, ваша комната с открытой дверью, а воздух идет через дверь. Ну, в общем, вы будете придумывать, как это делать. Ну, без кислорода нельзя точно. Ребенка – это очень полезно. Я, кстати… А у меня вопрос, может, да? А когда включается терморегуляция у ребенка? Через какое время? Ну, они очень быстро адаптируются. Вот, кстати, мы начали говорить, Вера сказала, что одевать ребенка нужно как себя. Не всегда это проходит. Дети разного веса бывают. Есть доношенные дети, недоношенные. Есть дети невероятно теплолюбивые. Их нужно потеплее одевать. Знаете, как нужно, ну, ориентироваться, ваш ребенок замерз или нет. Шейную складку смотреть, вот прям пальцем смотреть, туда влезать. Я сейчас все больше думаю, что лучше ребенку там немножко теплее сделать, чем переохладить, потому что тепло они очень хорошо переносят. Если вы сильно его перегрейте, есть такой термин в медицине, может быть, вы слышали, да? Он такой, ну, на грани бытовухи и медицины – потница. Вот. И на потницу обычно списывают все подряд. Опрелости всякие, прыщи, покраснения. А потница означает одну единственную вещь. Железы, наружные секреции, потовые железы, которые не работают у ребенка. Ему они были не нужны. Он когда сидел внутриутробно, у него был водообмен через кожу. Его эпители – это такие клетки, которые отстоят далеко друг от друга. А когда ребенок рождается, он начинает шкуркой обрастать. Вот весь период новорожденности вы прям будете видеть, как кожа меняет свою структуру. А к концу этого периода он будет уже больше похож на обычного грудничка, да, у ребенка, у которого там слои кожи появляются. Вот. Будут открываться эти сальные и потовые железы и будет учиться потеть. Но это происходит не сразу. Вот. А вот Алискин вопрос, да, про терморегуляцию, или Катя это спросила, про терморегуляцию. Ну, все дети это делают по-разному. Я вот очень люблю банные процедуры для детей. И я прям вижу, как вот эта терморегуляция, как потовые железы у ребенка начинают работать. Вот. Если бы мы ребенка оставили в покое и никаких специальных там действий на то, чтобы эта терморегуляция заработала бы не делали, мы будем смотреть просто и, ну, как какой-то комфортный режим ему предлагать. Но буквально там через, ну, я не знаю, неделю-две вы будете все равно ребенка на какое-то время оставлять раздетым. Вы будете выполнять какие-то процедуры гиенические, и он какое-то время будет лежать раздетый. И вы специально не будете для этого там подогревать помещение. Вот. Вы будете его купать, и это все равно будут контрасты. То есть он постепенно все-таки становится таким человеком, который приспосабливается вот к тем условиям, в которые он попадает. Вот. И я могу сказать, что лучшая терморегуляция для ребенка – это все-таки его сон на улице. Вы с какого-то времени тоже начнете не просто выносить его на улице, а организовывать сон, и он будет более продолжительный, и он будет учиться с этим воздухом обращаться, там, обогревать его. Вот. Ну, то есть все будете делать постепенно. Вот. И, ну, какой-то одной, одного срока невозможно сказать, его не существует. Просто, ну, просто все дети разные. Ну, уже к концу третьей недели и вы восстановитесь после родов. Вот. И ребенок очень сильно адаптируется. Это, ну, просто малыш, который будет очень сильно отличаться от того, который только родился. Дети очень сильно меняются и очень быстро приходят в себя. А что касается вообще общего режима ведения ребенка, то я сейчас все больше склоняюсь к тому, что и ребенку, и маме нужно сохранять тепло после родов. Это наши ресурсы, это работа наших органов. Мы не должны, ну, таким образом, допускать потери. Это неправильно. Парин, а вот некоторые предлагают обливание холодной водой сразу после рождения ребенка или даже там лед заготавливают и вот кладут ребенка в лед. Ну, сейчас не это говорит, я не вижу. Это Катя. Катя, ты, да? Да. У тебя задержка. Совсем от этого отказались. Просто совсем от этого отказались. Знаешь, я не хочу вам рассказывать грустных историй про того, как переохлаждали детей. Вот. Конечно, холодную воду можно использовать как средство, ну, какого-то такого резкого воздействия, реанимации. Вот если нет других аргументов. Вот. Но это просто, вот, ну, как что-то чрезвычайное. А так, представляешь, он родился, ему нужно, у него и так проблема гипотермии, потому что ребенок вылезает из температуры, ну, примерно 37, там, ну, около 37-38 градусов. И попадает в температуру, ну, даже если у нас очень комфортно и очень тепло. Но это все равно градусов 25. Вот представьте себе, это резкий перепад на градусов 12-15 иногда. Вот. И, знаете, когда у нас был семинар, вот, это был семинар по реанимации новорожденных, и там был реаниматолог и неанатолог. А компания собралась практически только домашних акушеров. Вот. Это было в Сеченовке. И, знаете, они говорят, да мы очень поддерживаем домашние роды, мы просто двумя руками за. Что вам угрожает? Если, ну, нормальная женщина, нормальная беременность, вот, это единственное, да, это вот эта гипертермия, когда образуется лишняя слизь. И у ребенка может быть проблема с дыханием просто от того, что он замерз. Ребенок теряет температуру через голову. Вот после родов очень важно не просто согреть ребенка, а именно накрыть голову. Вот. Но постепенно, вот, ну, буквально там вторые-третьи сутки уже не будет такой необходимости. Это всего лишь переход. Вот. Они быстро-быстро адаптируются. Вот. Поэтому все-таки лучше согреть, укутать, дать грудь. Вот. И ребенок, когда сосет, у него дренаж для носа, он хорошо продышивается. Чем он родился, а его еще охладить. Вот. Это и для почек нехорошая такая услуга. И для надпочечников, потому что это стресс невероятный. Вот. Ну, и это провокация для образования слизи. Это, ну, как бы обратное такое действие. Вот. В общем, решайте сами. Я против. Можно я, да? Да. Я, наверное, кстати, по поводу двух слоев одежды. Я же, правда, в своем доме живу, поэтому, конечно, мне проще отслеживать. То есть я могу быстро забежать домой. То есть я поняла, что ребенок там мерзнет, я могу быстро забежать домой. А приоткрытое окно пластиковое, наверное, у меня, наверное, оно не закрывается вообще никогда. То есть вы живете в таком режиме? Да, ну, как бы, зато у меня вот сын в год просто в одних штанах вышел на улицу на снег босиком и пошел рассматривать снег, только что выпавши. Ну, примерно там в год, ну, может, там 10-11 месяцев. То есть, ну, я не запрещаю. Ну, вышел-вышел, захотелся ему. Вот, опять он быстро зашел в тепло. Вот. Но не об этом мой вопрос. Мой вопрос. Секунду. Дети? Мой вопрос про секс после родов. Потому что недавно услышала одно мнение. Девочка сказала, то, что через три дня ей прям очень хотелось близости с мужем. Я говорю, это что-то из рода фантастическое. Потому что какая бы ни была эйфория после родов, так и хочется какого-то покоя. Вот. Что вы можете по этому поводу сказать? То есть, когда рекомендовано, да? Когда женский организм к этому снова готов. Слушайте, какая у нас группа замечательная подобралась. Вера, тебя вчера не было на занятии, но мы тему секса обсуждали ну прям вот такое значительное время. Смотрите, я все-таки про первую часть, про вот это охлаждение. Я же не говорю про годовалок детей или про пятилетних. Да они могут делать все, что угодно. Вот. Кратковременное охлаждение не проблема, если ребенок нормально растет, если он от этого не болеет, не проблема вообще. Мы говорим про переход, про маленького ребенка, про его настройку, про то, чтобы вам восстановиться после родов. Дальше как вы хотите. Просто про вот этот переход. А что касается секса после родов, я сейчас несколько историй грустных расскажу из практики. Женщина после родов, и я, наверное, приезжаю к ней на патронаж, это был, наверное, патронаж через неделю, и вижу невероятно воспаленные слизистые, не понимаю, в чем дело. Я ее оставила абсолютно в нормальном состоянии после родов. Начинаю спрашивать, она говорит, мужу так сексу захотелось. Вот. Ну, настолько еще ткани все как губчатые, да, они такие растянутые. У вас все открытое. Ну, я понимаю, что хотелки, но, может быть, там, каким-то другим образом, там, ну, я не знаю, есть же всякие способы себя удовлетворить. Но, может быть, все-таки открытого секса не надо, потому что, ну, раневые поверхности еще, тело все открытое. Ну, вот, мне кажется, что все-таки это сложно. С другой стороны, я всегда за то, чтобы инициатива женщины была, но можно попробовать. Вот. Одну совсем грустную историю расскажу. Значит, я принимала роды, и во второй раз мне девочка сказала, что она ВИЧ-инфицированная. Но мы опять рожали дома, я на это пошла, согласилась, я просто аккуратно себя вела, там, перчатки одевала, там, где нужно. Вот. И она рассказывает историю, что ее заразил муж, потому что они не выдержались после родов, не дождались прекращения выделения. То есть они жили много лет, я не знаю, знала она о том, что он ВИЧ-инфицирован или не знала, но все было нормально, и также еще был случай с гепатитом. Вот. Не было заражений, потому что слизистые довольно такую хорошую барьерную функцию выполняют. А вот когда они выдержали нормальное восстановление после родов, еще были кровяные выделения, еще все было открыто. Вот. В общем, эта девочка получила инфекцию в домашних условиях от собственного мужа, это было очень грустно, невероятно грустно. Я не знаю, как она с этим живет, что она делает, больше она не рожала, а спросить мне неудобно, хотя это люди, с которыми я поддерживаю отношения. Вот. В общем... Сколько по времени этот период? Ну, хотя бы три недели. Вот матка сократилась, достоверно закончили все выделения, вы в безопасности. Если мы уверены в том, что мы не можем там друг друга заражать, начиная там от элементарной молочницы или там какая-то бактериальная, да, патогенная флора, заканчивая какими-то серьезными инфекционными заболеваниями, вот, то тогда вот три недели этого достаточно, три-две недели достаточно. Вот. Если все-таки есть какая-то опасность и вы хотите так перестраховаться, то вот я говорю, что просто окончательное восстановление, закрыть тему родов через семь недель. Может быть, вы знаете такое, может быть, вам говорили гинекологи, они сказали, родишь и через семь недель приходи на осмотр. То есть это срок, на котором все уже никакого вмешательства, вот они смотрят там своими этими расширителями, они уже ничего не привнесут, уже увидят полную картину. Матка восстановилась, родовые пути восстановились, слизистые восстановились, все зажило, и это безопасно. Вот. Ну и вот секс тоже, ну, сорок дней, девять дней матка восстанавливается, женщина еще такая вибрирующая, сорок дней все, она вообще восстановилась, нужно забыть про роды. Вот. И живите обычной жизнью, там, зарядку делайте, или возвращайтесь к своим там тренировкам, просто смотрите, чтобы не угнетала эта лактация, потому что если очень активно там чем-то заниматься физическим, ну, я секс сейчас не имею в виду, то на лактацию это, конечно, влияет. Анастасия, которая 39 недель благодарит, много очень сегодня полезной информации услышала. Спасибо. Все, девочки, мы с вами встречаемся, как обычно, в четверг, все, кто с нами не дойдет до этого четверга, я желаю хороших родов. У нас сегодня в предыдущей группе с Аленой родила девочка, она долго ждала этого малыша, это третий малыш, долго предвестники были, вот я, ну, вот в связи с теми родами, которые сегодня произошли, хотела сказать одну вещь, которая вам может быть полезна, девочки, старайтесь восстанавливаться, чтобы после родов вы были как вот, ну, лучше, чем это было до того, как вы забеременели, старайтесь полностью восстановить организм, не оставляйте какие-то хвосты, то, что не сделали, можно потом доделать там со всякими специалистами, но старайтесь как новенькие быть, потому что все, что не поднялось, да, там, опущенное, не долечилось, ну, вот это не уходит, это, ну, потом с этим надо будет что-то делать, и чем больше это по времени оттягивается, тем организм к этому больше в это втягивается, в эту историю, просто, да, восстанавливайтесь так, чтобы рожать в следующий раз, как будто это был первый раз, вот, потому что тогда не будет длинных предвестников или болезненных сокращений после матки, и матка будет на месте стоять, это какая-то гарантия того, что тонуса не будет, вот, все-таки это все сильно взаимосвязано. Можно вопрос, вот, упомянули предвестники, а есть какая-то связь между тем, что они есть или их нет и как роды проходят или такой нет взаимосвязи? Я считаю, что предвестники это просто орган, который стоит не на место, это матка, которая вибрирует. Абсолютно все готовятся к родам, у всех матка чувствительная, но в первых родах ты это не чувствуешь, она сама по себе там что-то делает, а если она уже перерастянута или опущена, вот, то ты вот, ну, я сейчас не про тебя, Алис, а в принципе такую ситуацию, в которой я сталкиваюсь, вот, у тебя вроде ощущение, что уже схватки начались, а потом они рассосались, а потом они опять начались, и так вот это нудно волнами, пока ты, ну, наконец-то не будет нормального сигнала к родам. Этого не должно быть. Все-таки это нужно избегать. А я наоборот думаю, может быть, что-то, что если их нет, ну, то есть нету никаких тренировочных схваток, это тоже норма. Это норма, да. Рожаем совершенно конкретно, начали рожать, все, процесс пошел, завершили его. А когда человек, причем я удивляюсь, что, ну, кто-то это рассказал, что люди этому радуются. У меня болезненные сокращения после родов, это значит, матка работает, да она просто вибрирует, вы так это ощущаете. Она должна это делать спокойно, вот просто спокойно, как целый орган, который стоит на месте. Это не должно быть нормального. Запущена эта информация, что если тренировочных схваток много, то роды пройдут легче, но это же нет такой ситуации. Враньё абсолютно, никак это нет. Это абсолютно параллельно. Это только про вашу чувствительность и про ваши ощущения. Или, знаете, говорят, ребёнок стоит низко, значит, он быстрее вылезет. Да не правда это. Вообще не про это. Ну, а вот безболезненные вот эти окаменения, матки, это тоже норма? Это нормально, да. Схватки Брекстона, Хиггса, это норма. Когда матка единично сокращается, это норма абсолютно. Но вот предвестники, когда мы репетируем роды и когда они рассасываются, вот Надежда, которая сегодня рожала, Олесь, она с тобой в группе была. Мне кажется, что недели две она точно в родах была. Прямо вот рожаю, не рожаю, ну, точно это неправда. Правильно. Вот, поэтому обеспечьте себе послеродовое нормальное восстановление. Вот, прям все поставили на место, все восстановилось, тогда расслабляйтесь. Какая девочка красивая рядом с тобой, Олеська. Спасибо. Марин, а можно я еще спрошу, вот когда завариваем чай, какая пропорция? Тысячелистник, крапива, пастушья сумка, то есть там пропорции какие и сколько она должна, например, настаиваться, с какой объемом нужно заваривать? Вот этот чай послеродовой, его делают прям концентрированно. Вот все зависит от того, в каком объеме ты будешь заваривать. вот, например, у тебя термос полуторалитровый, да, условно говоря, вот полуторалитровый термос я беру прям вот, ну, по 2-3 ложки в смеси. Еще, если у вас будет выбор покупать россыпь или пакетики, это столовые ложки, да? Да, столовые ложки. Это 2-3 столовые ложки, да, каждый день. То есть много, прям я много делаю концентрированно. Вот, или, знаешь, там, одну, ну, тогда прямо с горкой, ну, лучше там по 2-3 ложки взять. Вот таких если не помню. Потому что это всегда можно разбавить как заварку. А у пастушьей сумки там какое-то небольшое количество времени, да, сколько она может конечиться. Часа 4. А, 7. Ну, вот разные источники. Я сейчас боюсь набрать, я просто, ну, с травами читала энциклопедию. Интересно, что прям противоположная информация, что пастушья сумка работает через 4 часа заваривания. Вот, а вот замятина, такая травница довольно известная Наталья Георгиевна, вот, она сказала наоборот, но я склонна считать, что все-таки она больше права, вот, она считает, что пастушья сумка через 4 часа заваривания становится токсичной, то есть ее нужно пить свежеприготовленной. Сильная трава, просто ее нужно аккуратно использовать. можно вопрос про бандаж, вот, его надевать прям первый день или подождать? Нет, нет, Ань, мы сказали, что вы бандаж или подвязываете живот тогда, когда вы встаете вертикально. Какой смысл вертикально лежать в свой живот? Нет, никакого смысла. когда ты больше будешь ходить, чем сидеть или лежать, и то, когда вы лежите, вы его снимаете. Я поняла. Например, с 4-5 дня ты уже столько там себе придумала дел, на кухне ты куда-то выходишь, подвяжись и все. Если нет бандажа, это можно делать пеленкой. Вот смотрите, как я это делаю, пеленка. Я беру пеленку тонкую, я сворачиваю ее примерно вот такой полосой. То есть сантиметров 15-10 в зависимости от объема живота. Худенькие девочки, когда не очень большие бедра, может быть, поуже полоска. Вот если таз большой, может быть, пошире. И дальше я ее как косым углом вот сворачиваю и попривязываю, фиксирую крестец, подвздошные кости и вот то же самое, что бандаж. Я два пальца ниже пупка и на боку делаю себе завязку. Потом подтягиваю живот, он у меня такой, да, складочкой. Это все могут сделать. Это мы соленые можем сделать, не беременные. Мы спокойно можем это сделать. И это должно быть очень комфортно, очень удобно. Вот один из признаков правильно подобранного бандажа, вам там удобно, вам там комфортно. И еще один принцип, когда его нужно снять, этот бандаж. Про это тоже нельзя забывать. Его снять нужно тогда, когда вы чувствуете, что вы одинаково себя чувствуете. Что в бандаже, что без него. Забыли одеть. Вот. То есть это значит, что мышцы подтянулись, уже сократились и больше вам не нужен. Спасибо. А это примерно через сколько дней происходит, когда уже не нужно? Ну вот мне кажется, что все-таки вот эти 40 дней, если правильно выходить из родов, то 40 дней вы уже забудете. Все будет нормально. И животик плоским становится, и складочка не горизонтальная на животе, а вертикальная. То есть уже нет этих мышц сократятся. 40 дней уже все. И вы должны нормально в свою одежду обычную вернуться. Когда вам будут говорить, что это вспомнили какие-то старые русские традиции, не верьте. Это мексиканская история с этими пеленаниями. И мы это нашли в международных конференциях. Есть такая акушерка на ауле, она прямо обучала. В русских традициях было что-то тоже, и девчонки это раскапывают. По-моему, ой, сейчас навру, знаю акушерку из Ярославля, что ли, которые прямо эти традиции. там распаривали в бане, правили органы. Все-таки такой процедуры не было. То есть содрали у мексиканцев это. Значит, процедура такая, она делается, раньше мы делали ее где-то на седьмой день, сейчас стараемся немножко оттянуться, все-таки использовать вот этот естественный механизм восстановления и делаем где-то через три недели после родов и делается она примерно так, если позволяет условия, если нет, то видоизменяем. Значит, условия это домашняя ванна, специально готовятся травы, для трав есть компоненты абсолютно маточные, есть что-то связанное с ароматами для кожи, то есть часто используют и березу, и крапиву, иногда какие-нибудь полынные смеси, в общем, делают специальный такой коктейль, заваривают просто очень густо, берут большие кастрюли и просто это зелье варенья, такое сианное зелье варенья, такой весь дом наполняется этими ароматами, вот, потом эту траву процеживают, процеживают в какой-то тампон, получается такой большой тампон, ну, это делают либо наволочкой старой, либо какой-нибудь пеленкой, вот, то есть такая большая, ну, вот, представляете, грелка на живот, вот, вот эти травы, значит, собирают сухую, ну, уже такую процеженную смесь в этот большой такой вот объем, вот, вода получается цвета чая, такого крепко заваренного или кофе, вот, маму вначале осматриваем, хороший вариант, если она работала с остеопатом до этого, или мы сами правим таз, нам нужно, чтобы таз был откорректированный, чтобы он стоял на месте, потому что фиксировать нужно правильно сформированный таз, потом маму распариваем, дальше ее тестируется, ее тестирует на масла, ну, как бы принцип принятия, она пронюхивает, там, просто предлагается целая серия масел, вот, и это очень интересно, потому что это с одной стороны диагностика, с другой стороны, это вот, ну, потребность женщины, это какая-то ее характеристика в данный момент, вот, и составляется коктейль на основе базового масла, вот, из того, что женщина выбрала, горячее масло его подогревает, вот, а дальше женщину распаривают, она переходит на кровать, вот этим горячим маслом делаются в четыре руки, всегда делает два человека эта процедура, вот, женщина массируется вся полностью, вначале она лежит на спине, вот, и начинают массировать там с внизу вверх, потом, не, наоборот, наверное, вначале на живот снизу вверх, в общем, короче говоря, все тело там от кончиков пальчиков до там макушечки с ног начинают массировать, да, снизу вверх, потом разворачивают и сверху вниз спускаются, вот, и после этого ее фиксируют на очень, ну, на нескольких диагоналей, сейчас я скажу, по-моему, или девять, или восемь позиций, начиная вот так от головы стягивают, вот, считается, что в женщину после родов раскрытая вся, а здесь жидкость лишняя убирается и как бы ее собирают, вот, ее закрывают, это процедура такого закрытия, и дальше плечики, грудная клетка, тазовые кости, бедра, и проножные мышцы и ножки, потому что даже ноги иногда изменяются в размерах и становятся больше, вот, на каждую вот эту диагональ тратят около восьми минут, иногда женщина это регулирует, но вот, как правило, все-таки восемь минут, вот, просто стягивают и держат с двух сторон на вот это полотнище, просто женщину стягивают, вот, и после этого процедура заканчивается тем, что на ночь или хотя бы там на несколько часов, часов на пять, на шесть фиксируют таз, то есть женщина делает такую, ну, я не знаю, там, куколку, да, потому что таз прям спеленывает, и он в такой очень правильной формы становится, его прям центруют и ставят на место, и вот в этом пеленании женщина проводит, ну, условно говоря, мы закончили пеленание там в девять часов вечера, и вот столько, сколько женщина сможет с этим пеленанием пожить, потом она эти пелены с себя снимает, и дальше живет обычной жизнью, вот, что говорят женщины после этой процедуры, уходит лишняя жидкость, как правило, это потеря веса, ну, где-то килограмма, полтора, два иногда за это пеленание бывает, но для тех, у кого есть эта лишняя жидкость, не всем это нужно, я вон там смотрю на Аленку, мне кажется, ей граммы терять нельзя больше, вот, нужно наоборот в нее уже, вот, такая процедура омоложения, потому что вот в этом стягивании сосуды хорошо начинают работать, вот, живот подтягивается, органы ставятся на место, ну, и как бы сама процедура такое закрытие родов, да, как бы, вот, когда нужно завершение, вот, это вот про это, вот, такая хорошая, приятная процедура, ну, правда, делают по-разному, иногда делают как такую правку, вот, я, например, у одной женщины спросила, которая прошла эту процедуру, я говорю, ну, как тебе понравилось, в чем я так восторженно спрашиваю, она говорит, что может понравиться, это был сеанс насилия, но вот я не за то, чтобы это было с сеансом насилия, я за то, чтобы вот это, там, 5-6 часов подарить женщине, чтобы она отдохнула, выспалась, его хорошо себя чувствовала, чтобы органы поставить на место, чтобы сделать ей приятное, потому что, ну, когда ты ее массируешь, и тем, что ей нравится, это еще и такой баланс, компенсация идет, ну, в общем, вот такая процедура. Я рекомендую эту процедуру делать, ну, когда несколько родов прошло, когда плохо восстанавливаешься, когда есть потребность такого ухода за своим телом, вот, когда живот плохо сокращается, когда спинка там перегружена, вот, оно очень хорошо тогда работает. Ну, мне, Марина, это получается пример. Чего, чего, кто говорит, Вера или Катя? Давайте я, да. Можно, можно вас позвать, Пелинать? А если вот бани нету дома? Да, если нет ванны, то вот мы несколько раз делали ванны, ванны, ванны есть. Чего? Бани нету. Есть ванна, но бани нету. Кто тебе сказал, у нас у кого в московских квартирах есть баня? Ну, вот у меня нету бани. Нет, я не говорю, я говорила, что в ванной, раз завариваются трава, и в ванной, вот, и бани, наоборот, пользуются, когда нету ванны, а как раз только есть бани. Вот в Миродоле у нас практически ни у кого нет ванны, а мы вот здесь у меня соседка, моя коллега живет, вот, мы несколько раз пеленали женщин, как раз в бане распаривали, то есть тогда без воды и без трав, тогда просто вот распариваешь, и потом все то же самое на кровати. Массируем, управляем и стягиваем, собираем. Кстати, я не очень поняла, это пять-шесть часов длится процедура? Да, эта процедура длится около шести часов, все зависит от моего партнера, когда я со Светой Аникиной пеленаю, нам и шести часов не хватает, если я пеленаю с Людой Житниковой, мы в пять спокойно укладываемся, она очень темпераментная девушка. Кстати, там, ну, вот в Ковчеге, Кать, Олю Алиеву мы пеленали как раз в бане, у них здесь в бане по-черному была, мы распаривали Ольгу и потом пеленали ее. Ты можешь просить, пока она там, мне кажется, ей понравилось, ей это помогло. Марина, а я правильно услышала, что это начинается с седьмого дня и в течение двух месяцев, да, это делать? Пеленание можно сделать кому угодно, например, я могу сказать, девочки, сделайте мне пеленание, это приятная вещь, она абсолютно всем подходит, но если мы это привязываем к родам, вот я говорила, что раньше мы на седьмой день делали, а сейчас все-таки больше на десятый или даже после трех недель, все зависит от того, как человек восстанавливается, ну, и как по времени это получается, но если делать совсем уже там через месяц, то как бы женщина уже забывает про роды, вот у меня сейчас здесь тоже в Миродоле есть девушка, у которой я принимала роды, это, по-моему, были пятые или шестые роды, вот, и мы договорились о пеленании, но ей все было некогда, дети в школу пошли, и она мне сейчас говорит, Марина, ну, давай все-таки сделаем пеленание, а я ей говорю, Юль, ну, давай, ну, ты уже про роды забыла, уже прошло три месяца почти, чего сейчас, вот, ну, ну, хочешь, давай сделаем, но это просто уже не про роды совсем, это уже там про приятную процедуру, ну, охоты сделаем, давай, все-таки, все-таки это нужно вот, ну, как-то, ну, три недели, вот, от десяти дней до трех недель уложить, тогда это имеет смысл, вот, помните, в родах таз, он просто раскрывается, вот, чтобы принять ребенка, он просто раскрывается, вот, процедура важна, чтобы закрыть эти кости, таз, таз особенная, на самом деле, женщина вся открытая после рода, почему надо, вот, ну, там, вылеживаться и вот этот механизм восстановления использовать, потому что тело должно восстановить, оно должно закрыться, ну, тогда естественным образом, вот, это, ну, все-таки важная такая история. Мариночка, у нас время уже, все. А можно еще последний? Да, да. Можно еще последний вопрос про остеопата? Я просто знаю, что нужно к нему попасть, получается, как можно быстрее тоже после родов, чтобы ребенка поправили и женщину, или там тоже какие-то есть ограничения, когда нужно сходить? Ну, во-первых, остеопат должен быть в этой теме, он должен уметь работать. Я, по-моему, рассказывала, что я, у меня несколько родов было с остеопатами, кстати, с Володей Животовым мы как-то роды принимали вместе, вот, если остеопат на родах, то он тут же работает и с ребенком, и с мамой. Если я одна принимаю роды, то я, мы всегда этот вопрос обсуждаем, то есть остеопат нужен, если была травма, или у ребенка, или у мамы. Зачем просто так? Вот просто так не подключайте никого. Если вы умеете сами кормить, купать ребенка, да вам никто не нужен. поживите в своем пространстве, не надо никого подключать. И остеопат это специалист, ты же не знаешь, чего он привнесет. У тебя должно быть какое-то супер доверие к этому человеку. Ты в таком еще открытом состоянии, человек будет тебя править. То есть ты должен ему доверять, ты должен знать, зачем ты это делаешь, как минимум. И детям не всем нужный остеопат. Меня иногда спрашивают, я говорю, зачем? Он отлично родился, ты сама остеопат, он прошел по твоим костям и получил лучший остеопатический опыт. Костя уже его поправили, распрямили, поставили. Я не помню, я вам говорила или нет, когда-то работала с Андреем Середой, вот, и он приходил, я в бане работала с детишками, а он приходил на запрос он правил их. Мне так было интересно вот его осмотр и диагностика. Например, одному малышу он сказал, у вас в родовом канале вот это ребро недоразвернулось. То есть, ну, сразу обратная реакция. Значит, те мамы могут все это сделать. Не нужно никаких специалистов специально. Просто нужно нормально рожать. все, спасибо вам. Мы, правда, свое время уже исчерпали. Вот. Тогда до встречи. Спасибо огромное. Очень полезно. Хорошо. А, всегда. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.